Полет фантазии и буйство красок – уникальное видение темы. Конкурс детского рисунка, посвященный Всемирному дню охраны труда, собрал самые яркие работы. Инициатором творческого состязания выступила территориальная профсоюзная организация Луко-Западной Сибири. Пришла когда-то кому-то идея провести конкурс охраны труда, связать с детьми. Это тоже правильно, потому что, как мы всегда говорим, работника ждут дома семья, дети. Что касательно рисунка, дети будут рисовать, родители поясняют тему, что и как существует положение. Надеемся, что эти рисунки действительно послужат некий вклад в охрану труда. Конкурс детского рисунка по охране труда стал уже традиционным. В этом году он проходил в два этапа. Первый – среди территориально-производственных предприятий Лангипаса, Урая, Когалыма, Покачи, Салихарда, аппарат управления, Лукоилы, ПУ-Сервис. Лучшие работы перешли во второй этап – на уровень Лукоил-Западная Сибири. Рисунки были размещены на выставке в головном офисе общества в Когалыме для определения абсолютных победителей. Жюри ориентировалось на несколько показателей – оригинальность, непосредственность, наблюдательность и раскрытие главной темы – охрана труда, а значит безопасность родителей на производстве. Почетным гостем своеобразной экспозиции стал Айрат Гайнанов, представитель Союза художников России. Любой детский рисунок – он гениальный сам по себе. Отношение детей, безопасности своих родителей, именно безопасности. Они откликнулись и от всей души написали те нужные слова, которые необходимы взрослым. Стоит дома повесить несколько плакатов, где были бы написаны руками детьми «Я жду вас домой». Все, лучший плакат был бы. Всего жюри рассмотрело 76 работ. Дети проявили неограниченный полет фантазии и творчества. Каждая работа вызывала интерес и становилась предметом обсуждения. Поэтому, по мнению организаторов, каждый автор достоин поощрения. Все работы будут оценены, все ребята будут поощрены призами только за участие. А, конечно, те, кто займут первые, вторые, третьи места, будут поощрены подарками. В ближайшее время мы направим эти подарки в профсоюзные комитеты предприятий, где работают их родители. В каждой из трех возрастных категорий определены три первых места. Организаторы и жюри уверены, что такая форма, как детское восприятие и творческое отражение производственного процесса, поможет взрослым не забывать о четком соблюдении инструкций, а подрастающему поколению с ранних лет поможет формировать культуру безопасного труда. Людмила Ванюшкина, Евгений Скляров. Специально для Новостей.